Субтитры сделал DimaTorzok Если вы думаете, что синий римур это что-то попытка защитить Альбедо, я к нему еще добавлю там шуну, которая дает 20% демошедакшн для неизвестных, я добавлю гаутера, например, этого синего, потому как он будет хилить нашу формацию, вот, то нет, это все дело пойдет к Альбедо, ой, к Альбедо говорю, к хеле, вот, это все дело пойдет к хеле, потому как, ну, на нее упала цена. Скажем так, на нее упала цена, я такой, тюр или хеля? Тюр или, ну, конечно же хеля, вот, ребят, сегодня у нас будет хеля, хеля в пупе под стоечкой римуру, вот, почему, собственно, бы и нет, так, давайте еду на бока, кстати, еду на бока на фарме, то видосы больше перестану снимать. 240 тысяч бока, это фаново, я понимаю, это китово, это фаново, это синий римуру в пупе, кто еще может такого показать, кроме других китовых ютуберов, вот, скажем так. Но у нас сегодня синий римуру с хеле, и я надеюсь выиграть хотя бы парочку своих матчей, очень сильно это надеюсь. Рим, от римуру мне нужна только стойка, чтобы на него агрились и его пытались забирать. Вот, итак, первый наш оппонент, это команда людей со слейдером. Ничего себе, кстати, я думал по поводу красного слейдера, потому что он сейчас очень сильный, но у меня тогда цены не хватило. Не знаю, как у него так хватило цены, ну да ладно. Посмотрим, что у него есть. Show me what you got. Так, все, еды на уклон нет, мы накладываем дебафчик сверху, 74 тысячи, отлично. Мы разогреваемся хеле, снова на арене. Битвы хаоса, я ее очень долго ждал. Так, двойной хил, попытка уйти в ультраж. Кстати, да, надо будет эску с слейдером красным записать, я думаю, идейно можешь собрать какую-то формацию. Он вроде очков 700 стоит, эску 3400. 400 и того, в смысле, это у него, у него только три героя в форма... Да, у него... Нет. Блин, у меня римуру... У меня в первом же бою погиб римуру. И че... Да, в смысле у тебя три карты эски? Так, как вы так играете? Не, ну слушайте, ребят, это просто лакеш против меня попался. Ладно. Можно идейно уйти в ультраж? Нет смысла, ведь уходить в ультраж лучше поиграть в кардроф. То есть мы заберем слейдера как достаточно-таки опасного героя. Я, наверное, полностью уйду в кардроф. Да, вот так уйду в кардроф. Все равно на оглушение я сейчас захилюсь. Хороший, весьма неплохой хит. Не, ну слушайте, эскай три карты. Ну да, так как оно вообще так играет? Я играл на эсканоре. Я вчера делал видос не от такого, что ты начинаешь раунд сразу с тремя картами эсканора. Я слейдера не добил. Надо брать тюра. Похоже, надо брать не хелю, а тюра. Ну ладно. У меня есть бессмертие. С линком тармы. Идейно я могу пожить. Не, ну как он так в ультимейт вошел? В первом раунде он вошел в ультимейт. Скажи, сколько у тебя еще карты эски? Потому сколько здесь арбов, скорее всего, второго уровня карты, это тоже эскина карта. Давай. Да, это эскина карта. Второго уровня карта. Он три карты скинул в прошлом раунде. Две карты уже скинут в этом раунде. А мне потом говорят, что, Мишань, ты надумываешь, у эски не бывает кучи карт. Все. Да ладно, позже. Я тут даже тянуть особо не буду. Это проигрыш. Это первый матч и первый проигрыш. Потому что хотел пофаниться на хеле. И того получил супер лаки, чем на эски. С топорами. Угу. Это то, что я хотел. Ладно. Первый матч для видео проиграл. Но ничего страшного. Бывает с кем не бывает. С кем не бывает. Погнали дальше. Я хочу пофаниться на хеле. Я хочу чисто пофаниться на хеле. О. Не против лаки, чем на эсканоре. Ну, я все равно еще не понимаю. Так, подожди. Он стоит 3400. Ну, да. Хватает все равно собрать формацию. Нет. 3400 плюс 700. Это 400. То есть, того остается 900 очей на двух героев. Откуда эта формация? О, а это прикольная информация. А это реально прикольная информация. Здесь Рейнхард может меня, кстати, вынести. Так-то. Потому что Рейнхард достаточно-таки неприятная махина. Так, давайте проверим еду на уклон. И у меня, кстати, снова седьмая карта. Это хил. Который мне не особо желателен. Иметь в руке. Римуру и демедж. Рапчур демедж здесь был активирован. Потому как там как раз есть бабчик. Видели демедж от синего Римуру? Лайк. Рапчур демедж слишком переоцененный. Вот это слишком переоцененная тема. Хорошо. Идейно я могу уйти в ультраж. Он ничего не сделает против ультража. Он стойку может поставить. Если он поставит стойку, да, он сделает. Мне придется биться в стойку. Из-за этого ультраж не получится. Да, сейчас ультраж не получится. Римуру очень сильно боится этого демеджа. Я согласен. Твига тоже бьет. Кстати, неплохая информация вернуть красного Рейнхарда. У нас просто другого Рейнхарда нет. Можно, в принципе, захилиться. И, например... Даже не так, наверное, я сделаю. Я уберу полностью хил с руки. Вот так. И скину. Для того, чтобы облечь себе руку в возможный кордро в Римуру. Потому что мне все равно, что первого, что второго, что третьего уровня карта особо не важно. А так она хотя бы место у него берет в руке. 109 тысяч какой-то демедж мы внесли. У Рейнхарда баф на бессмертие. Ой, как. Кстати, Римуру атака не пришла. Как обидно. Зато пришло оглушение. Что тоже очень неплохо будет. Ага, он ультражит. Подожди, а у тебя есть стойка для ультража? Скажи, скажи, скажи мне, скажи. Скажи мне, у тебя есть стойка для ультража? У тебя не иммунитет к дебафам. Больно бьет. А сейчас ультимейт будет. А если там шестой ультимейт, то может быть еще больнее. Если там шестой ультимейт на косах, то может быть еще больнее. У него, кстати, бессмертие прокнуло. Очень удачно. Сделаем вот так ход. Мы оглушим, потому что мы можем. У меня будет ультимейт шуны. То, в принципе, мне поможет. Но Артура я не добираю. В смысле я Артура не добираю? У него священная реликвия сработала. Ладно, у меня будет истощение. Суперприема у... Ну, мне карта не заходит просто и все банально. Ну, золотая карта, скорее всего, твигода. Да, он сейчас типа собирает суперприемы, но... Ультимейт шуны истощит его все суперприемы. Поэтому я в этом плане особо не переживаю. И он не может скидывать карты, потому что он будет гореть. Так, может подставить стоечку? В принципе-то как. Ультануть? Не. Короче, стоечку. Вот так атака. И потом ульта. Можно было ОЕ-шку заюзать, кстати. Так, твига живой. 115 тысяч дэмэджа получил. Шуна! Кстати, прикольная тема с... Рейнхардом. 132 тысячи. Никого не добиваем. Зато полностью истощаем. Ребят, обращайтесь. Шуна! Да, наконец-то я выхожу в свой ультимейт. Я выхожу в двойной ультимейт. Так он выходит в свой ультимейт. А боже, какой же он везучий? Какой же он везучий? Я не могу начать комбинить карты Хеллы, потому что их нет. Две мои карты Хеллы. Синий Римур получает дэмэдж, но это не так критично. Он уже набрал достаточно-таки неплохую массу. В плане обороны. 10 тысяч брони. Очень много. Хорошо, может захиляться. Поставить стойку. И, например, за ультрашить Хеллу, наконец-то. Я там не знаю. Ну, потому что в стойку биться не надо. Я фолловый. У меня есть стойка с таунтом от дебапом. Я, наконец-то, за ультрашил Хеллу. Ребят, я смог! Я справился! Он три ультимейта за ультрашил быстрее, чем я в свой один. Это ужасно. Хорошо, шестой ультимейт Рейнхард. Скорее всего, мы трупы. Вот. Ну, просто посмотрим. Да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Второй бой проигран с Салатова. Проигран с Салатовых. Салатовых. Где мои карты Хелли, которые... Я нормально... Ну, в принципе, можно было просто и ультрашить. Я просто боялся, что, может, ее как-то заберут. Так-то, может, ее ультимейт не самый-то и профитный. Итого идем. Два луза подряд. Слушайте, мне нравится. Мне нравится битва хаоса. Мне нравится несерьезность отношения моего к... Да, у меня там очень много боев. И... Да, очень много боев. Я очень много разных команд тестировал. Хорошо. Команда Рокси. Это, кстати, будет вызов. С едой на БК. СК Легион. Я сразу заезжаю первого уровня карты. Еду на уклон можно не проверять. Может, эта команда не выдаст без еды на... Вот так сделаем. Красная лилия фор... Слушайте, а это очень прикольная команда у моего оппонента. Правда, она почти моногрин. И из-за этого будет тяжело против того же самого Эски, у которой на три карты выкинут в первом раунде и заберет у тебя всю формацию. Вот. Но все равно. Кстати. Так, первый дэмэдж неплохой. Горит. А, два... Две ОЕшки чисто. И снятие дебафов в себя, да? Да, скажи, что ты именно так хочешь сделать. Да. Он молодец, хорошо играет. Одобряю, одобряю. Ладно. У нас два аута. Либо полноценный ультраж... Либо полноценный ультраж. В принципе, можно полноценно за ультражить. Истощение-то может быть и здесь вот вторая карта. Я не буду полноценный ультражить. Я сыграю чуть сейвовее. Чуть сейвовее. Проиграю. Фановая формация. Понимаю. Блин, я бьюсь лингтармой. Я только что посмотрел, чтобы там не было линкотармой. И в конечном итоге бьюсь лингтармой. Молодец. Ладно, у меня есть еще один хил, который снимет с себя... С меня вот этот дебаф. Ладно. Так что, можно еще поиграть? О боже. Это что это за... Что это? Что это? Что? Я говорю, у меня предыдущий оппонент смог за ультражить три ультимейта. Три ультимейта. Я не смог за ультражить ни один. Я слишком долго болел, поэтому, ребят, сорян. Я переболел. Переболел, скорее всего. Хороший демэдж. Хороший демэдж от оппонента. Ничего не скажешь. Горит, но не ультражится. Что самое интересное, он тоже не хочет ультражиться. Можно вот так уйти. Можно уйти вот так. Ультраж. Все, хорошо. У нас есть два ультимейта. Что он будет делать? У него, скорее всего, есть истощение. Но у него должно истощение. Он не зря на лилии сидит. У него должно быть истощение. Но мне нравится то, что у него нет... Ага. Да, там была второго уровня карта, поэтому хорошо, что мы держали эту карту. Ну, не ультражили тогда, иначе это была бы габала для нас. Добили Римуру. У меня одна карта Хеллы. У меня одна карта Хеллы, вы... Кстати, это Викпоинт. Будем надеяться, что там нет чего-то наподобие чистки. Так, 131 тысяча есть. 55 тысяч есть. А, глушение. Ну, там ульта Рокси еще сверху. Четыре карты, лилии. Ладно, там есть три карты. Там есть какие-то три карты. Возможно, они нам... Рукашуны. Рукашуны, ребят. Здорово, Рукашуны. Кстати, Рокси не добила нас? Как интересно. Она локает Рокси полноцен. Хорошо. Хорошо. У нас три карты. У нас как раз будет три карты. Вот ульта Мона неприятно. Можно ульту Мона локать. Хотя, Мона я сейчас оглушаю не из-за того, что у нее ульта. Из-за того, что у нее есть снятие дебаффа. А там, как бы, команда уже очень сильно горит. Вы просто смотрите на это сжигание. Не добиваю Мона. Но. Хилл все равно работает. Хилл все равно работает. То есть у меня не работает. Сейчас оглушаю. Дайте мне карты, которыми я добью. Ну, хотя бы один сингл. Короче, ребят. Не используйте Хиллю в битве Хаоса. Видите, у нее нет просто карты. Все. То есть я бы хотел что-то заюзать. Но у меня нет карт, которые я могу заюзать. У меня есть Шуна. У меня есть Римор. У меня есть Гаутер. Но у меня нет Хели. Дайте мне карты Хели. Пожалуйста. Ну, чтобы хотя бы что-то было. Какой-то сингл, который добьет оппонента. Давайте похиляемся вот так. Все. Еее! Мы кого-то добили. Давай, давай. Пейн. Да, добили. Мы хотя бы кого-то смогли забрать через фестивального героя с всем остальной формацией. Да. Не буду я тебе сдаваться. Я и так иду 3-0. Я и так иду 3-0. Ладно, 2-0 шел. 2-0. Это могло бы быть третье поражение подряд. Не, я все еще верю в свою Хеллю. То, что она прикольная с Римор. Это просто фановая формация, ребят. Боже, я... Я сейчас... получаю удовольствие от игры. То есть, вот так вот выглядит мое удовольствие от игры. Сидеть на китовом аккаунте, придумать всякую дичь, проигрывать на этой дичи, но при этом... Угорая с этого. И в этом ваш весь стример. Вот. В этом... Ой, боже мой. Ой, боже мой. 197 тысяч. Да как вы эссок собираете? Твою ж дивизию. У меня просто нет ульт-контроля. Да. Да. Давайте просто проверим виду на уклон. Все. Римор у нас это... Да. Это офигенный проверятор еды на уклон. Хорошо. Сколько у тебя карт Эсконора? О! Карты Хели! Наныл! Наныл получается. Ладно, не. Надо снизить на Эсконор. Сколько у него карт Эсконора? Хвата... Для ультраша хватает. Он так мне и сказал. А теперь я не могу не ставить стойку. Потому что тогда он просто улетанет в Хели и заберет ее. Эм... Давайте пока так. А, в случае чего, есть еще ультраш. Я просто не хотел сейчас локать Хель второй АОЕшкой. Поэтому пока демаж... И этого демажа... Ну, не то чтобы хватило забрать Эсконор, но было бы что-то где-то рядом. Хорошо, дай угадаю. Ты сейчас скинешь две карты в Римору и ультанешь в Хель. Но у меня все равно будет Рвайв. Да, он скидывает карту. Потому что у него это есть. Который раз я встречаюсь против Эса, который первый... Ну, я на первом раунде. Что? Ну, у меня всегда есть три карты. Я могу всегда уйти в ультраш. Притом на очень халявный ультраш. Ультимейт Эски уходит в Римору. Он пожадничал. Он хотел Хель забрать сразу. Ну, в принципе, у него так и получилось. Он Римору не смогу добрать. Я надеюсь, у тебя там нет. Снова карты, которые у тебя пособираются очень по-красивому. У тебя там карты Артура. Одна карта Эски. Он не сможет за ультрашиться. Первый эсканер, который не может ничего... Так что, надеюсь, сейчас не зайдут. Там могут зайти карты Эски. И он сможет уйти в ультраш. Ну, сейчас могут собраться кар... У него две карты Эски. Скажу, что у тебя там две одинаковые карты Эски. Это две одинаковые карты Эски, он ультрашит. У него две одинаковые карты Эски, он ультрашит. Как он это делает? Как? Почти. Почти. Давай, Хела, я в тебя верю. Хеля, давай. Ты сможешь? Добей Эску. 76 тысяч. Добейте вы уже его. 13 тысяч. Надо было сначала Шуна атаковать, а потом Хелей. Ай, боже, какой же он везучий. Какой же он Лакич. У него ультимейт в руке. Просто потому, что еще и золотая карта есть сверху. Какой же он Лакич. Давай, ты хочешь убить Хель? Да, ты молодец, убиваешь Хель через ультимейт. Эски, это прям, это я не знаю, но насколько просто везучие темы эти Эсконоры. Я его не добью. Ну давай, Татья, я его сейчас кину в оглушение. Окей, хорошо. Следующий ход наш какой? Но я его не добью. Он на фулочку отхилился. Он топорами меня будет кидаться. Зачем я локоть ему дебаф на эскилл, если он будет меня сейчас топорами кидаться? Ой, 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 ой. Как же, как же. Просто. У него два золотых топора, иди домой. Просто иди проспись. Чел на Эско. Иди. Короче, ребят, это была очень веселая, фановая римуру в пвп, но, ребят, битва хаоса, это битва эсок. Тут даже король демона не столько противный, как Эсконор, который просто, вот, ты играешь против Эсконора, даже если у Эски будет первый ход против тебя, у него сразу будет ультимейт в руке. Мета эсок. Мета просто эсок. Ладно, ребят, я немножко побугуртил. Видео, надеюсь, настроение хотя бы вам поднял, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, здесь будет еще много контента. Вот, ну а я потихоньку иду уже на поправочку. Так что вы сегодня ждите оленя. О, не оленя, волков через Альбедо. И я, наконец-то, его доделаю. Поэтому, ребят, рад был вас всех видеть. И, надеюсь, сегодня хватит сил еще на вечерок на стримчик. До скорого, ребят. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok